Большая семья, тверская традиция. В Верхнеболжье проживает почти 12 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 38 тысяч детей. Наша съемочная группа встретилась с семьей Акимкиных для того, чтобы рассказать зрителям, как они живут и какую имеют поддержку со стороны региональных властей. Об этом наш следующий репортаж. На сегодняшний день по статистике в России проживает лишь 3% многодетных семей, 15% имеют 2 ребенка, 34% одного, аж 48% бездетные. Но ведь раньше буквально в каждой русской семье было как минимум 2-3 ребенка, а то и больше. На рубеже 19-го и 20-го веков семьи в России, как правило, были многодетными. Религии и обычаи того времени поддерживали такой семейный уклад. У моей бабушки было семеро детей. Они всей семьей сфотографировались в цветущем яблоневом саду. Когда муж увидел эту фотографию, он сказал, я тоже так хочу, потому что папа-мама и семеро детей, и вокруг цветут яблони. Это было так здорово. Но у нас сейчас уже 8 детей. Люди создают семью, очень важно рожать деток, потому что на самом деле, мне кажется, это самое вот такое, что ни на есть богатство. Основное предназначение женщины – дарить жизни, считает Ольга. Четыре девочки и четыре мальчика. Старшему ребенку 17, младшему всего два. Ольга и Владимир воспитывают 8 детей. Все свои. Когда большое семейство на прогулке, глаз радуется. Осень – их любимое время года. Вот у букет по сезону мальчишки, пока гуляли, успели собрать для мамы. Благодарил вас. Многодетная семья – это особый мир. По наблюдениям психологов и социологов, стереотип многодетной семьи начал меняться всего лишь несколько лет назад. Это уже не семьи безответственных, социально неблагополучных людей, требующих поддержки от государства, как считают многие. Многодетные становятся модной в материально благополучной среде. Например, семья Акимкиных имеет свое дело. К труду отец приучает своих ребят с самого юного возраста. Основная ответственность за воспитание детей лежит на мужа. Сейчас очень большая проблема состоит в том, что в основном мужья, они все большую часть времени проводят на работе. Я за то, чтобы все-таки родители были чаще со своими детьми. У нас это получилось интересным образом. У нас и работа, и дом находятся в одном и том же месте. То есть у нас такое, собственно, небольшое дело существует – это производство кваса. Губернаторы Горудыни особое внимание обращают на поддержку многодетных семей, и отмечают их необходимость в современном мире. Так, 22 августа, в день гербая флага Российской Федерации, глава региона, наградил Ольгу почетным знаком слава матери. Отметим, что региональное правительство утвердило четыре новые меры поддержки многодетных семей, помимо существующих 18 видов социальных выплат и льгот. Причем 12 из них – инициатива региональной власти. Введены и новые. Со следующего года многодетные семьи с пятью и более детьми смогут получить субсидии на приобретение транспортного средства до 50% его стоимости один раз в пять лет. На эти цели планируется направить порядка 50 миллионов рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил. Предлагаемые сегодня меры поддержки при их утверждении должны быть встроены в единую систему по обеспечению позитивных демографических тенденций в нашем регионе. И для нас это является задачей номер один, стратегической, приоритетной, которая определит будущее развития нашего Тверского региона на долгие годы, десятилетия вперед. Поддержка семьи с детьми – часть мероприятия демографического пакета, предложенного к реализации президентом России Владимиром Путином, в 2019 году в Тверской области на эти цели заложено порядка 3 миллиардов рублей.